Ну вот сейчас я вам хочу показать еще один из режимов работы этого роутера. То есть я вам сейчас показывал перед этим, как с ним состыковаться по Wi-Fi. Теперь вот покажу тот же самый режим, только режим работы через Ethernet. Ну просто в вашем здании уже может быть прокинута Ethernet-сеть. Или, например, вы можете локально состыковываться с этим роутером. И опрашивать те же самые электросчетчики. Этот режим работает из коробки сразу же. Ну вот, для начала мы включаем наш роутер. Подключаем. Ну вот я подключился от моего компьютера Ethernet кабель. Но тот же самый кабель мог быть и, например, на предприятии от локальной сети. Так, включаем всю эту систему. Она инициализируется в районе 10-15 секунд. Роутер по умолчанию имеет адрес 192.168.1.1. Поэтому для соединения надо, чтобы наш компьютер был в этой же области видимости. То есть мы нашему компьютеру присвоим адрес 192.168.1.2. Маска 255.255.255.0. Ну вот мы видим, что у нас уже прошла инициализация. Он начал работать. Специально хочу показать, что я не состыкован с сетью OpenVRT. То есть вот сейчас Wi-Fi сеть OpenVRT у нас отключена. И мы к ней не подключаемся. И не будем пока ее использовать, как в предыдущем примере. Сейчас мы будем состыковываться к ней по Ethernet. Вот у нас тут телевизорик. Нажимаем центр управления сетями общим доступом. Изменения параметров адаптера. И вот наш Ethernet. Локальный наш сеть. Заходим в свойства. В свойства нам надо поменять протокол. Вот TCP IP версии 4. Здесь я уже просто поменял, потому что проверял только что его работу. Здесь единственное надо, чтобы наш компьютер оказался в зоне видимости нашего роутера. То есть у роутера 192.168.1.1 адрес. А у компьютера, вот я уже внес 192.168.1.2. И вот маска под сети. Чтобы мы видели все эти адреса. Ну окей. Закрыть. И теперь точно так же, как я в предыдущем примере делал. Я могу обратиться к нашему роутеру, нашему конфигуратору или любой автоматической системой сбора данных. То есть выбрал канал связи TCP IP. Адрес. Вот у меня забит. 192.168.1.1. Порт 7000.1. Скорость 9600. Хочу еще отметить, что почему 9600 выбрано. Потому что у меня счетчик Mercury 206. Взят в OptoPort. Он скорость имеет 9600 всегда. И у других счетчиков 9600 скорость по умолчанию, во-первых. А во-вторых, например, у OptoPort она не меняется. И здесь мы точно так же сделали. То есть роутер всегда эту скорость поддерживает на 7000 в первом порту. Нажимаем соединить. Ну, как видите, вон прогресс сразу же пробежался. И через секунду мы попали на служебную информацию. То есть вот еще хочу показать, что обмен именно идет через сеть. То есть вот у нас моргают. Когда мы начинаем ввести обмен, то есть моргает Ethernet и USB-шные светодиоды. Еще раз нажимаю. Ethernet и USB. То есть и мы опрашиваем вот счетчик, в частности сейчас, через Ethernet кабель. Эти параметры, вот 192, 168, 1, 1, они сразу же были внесены. И можно опять же зайти через вот этот же Ethernet кабель, через веб-интерфейс в наш роутер. 192, 168, 1, 1, мы через секунду попадаем на страницу авторизации. Здесь админ. У нас пароль. Заходим. сеть, интерфейсы. Можем отредактировать. Ну, я вот хотел показать. Допустим, у вас на предприятии локальная сеть. В этой ситуации есть вышестоящий шлюз. Вот, если локальная сеть у вас есть, то надо будет вот IPv4, адрес шлюза, здесь забить. И выбрать адресацию из-за локальной сети вашего предприятия. Ну, и с этого момента он как бы будет работать сразу и по умолчанию. Ну, вот это как бы второй маленький режим нашего устройства. То есть, работа через Ethernet сеть. Наверное, многие знают, что есть преобразователи типа Moxa 5150 и другие, которые преобразуют Ethernet в, например, RS-485. Здесь разницы никакой нет. То есть, получилось у нас устройство более универсальное. Оно может, например, тот же Ethernet преобразовать в любой вид интерфейса. Сейчас я вот использовал USB OptoPort, а можно было использовать USB RS-485 или WKAN. или VR-DU. То есть, получилось, мы более универсально его использовали. К тому же, в чем еще отличие в том, что сейчас я состыковался через локальную сеть, а мог бы через Wi-Fi состыковаться, а мог бы мост создать, а мог бы удлинитель Wi-Fi сети создать. То есть, это значительно больше режимов работы у этого устройства. Так, в следующем попробую рассказать, как создать клиента Wi-Fi сети. Все.